Здравствуйте! Зачем такой вопрос задавать? Сколько он выходит? Сколько он выходит? Это такой вот. Это такой вот. Замечательный талант, Левочка. Сергей, чудесный. Итак, друзья мои. Итак, друзья мои, я вам хочу представить. Мы сегодня много говорим о тяпе, но все-таки творческое творчество это замечательно. И вот, кстати, совсем молодой человек, которому он 26 лет, я думаю, может, да, 26 лет, начинающий либинский режиссер, он любит кинематограф, он создал свою фирму Morgan Film, Александр Мазаев, режиссер, сценарист, оператор, продюсер, ну, в принципе, все в одном лице. Этот человек снимается в Москве, и вот сегодня он немножечко нам на сфере остается. Мне кажется, вот смотрите, раньше вы, думаю, люди более старшего поколения помнят, что раньше много телеспектаклей шло по телевизору, да? Мы с Макелли, было интересно. Сейчас спектакль, в принципе, можно увидеть, наверное, только по каналу культуры, это очень редко. Сейчас все заменили сериалы, поэтому даже сериалы, которые у нас в кино называются тут, я считаю, что это вот такие мини-спектакли. Ну, а Александр Мазаев, ну, а сейчас даже теле-спектакли в чрезвятрах показывают иногда. Ну, я так это, у нас средняя ночь, пока не уйдет последний клиент, поэтому у меня в Заначке есть интересный спектакль, где два актера, но один из них – Филатов. Очень интересно, я думаю, мы посмотрим. О' вот и нашем контракте. Начало. Удачи! Одно, удачи! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДимаTorzok ДimaTorzok 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 Ну так онивы couldn't Всего три простых правила Заключайте договор Забирайте свой экземпляр И смотрите внимательно Чтобы там были прописаны Все условия Кстати по закону Сезонный договор Может быть заключен Не больше чем На полгода Анана Абросева Павел Ревб Uneк Как проходят съемки, я спрашиваю руководный режиссер. Ну, я могу сказать одно, он мне дыгает пальцем на сценарий, на текст и говорит, вот это мы снимаем сейчас, это мы снимаем потом. И я, в общем-то, из его фильма пока знаю только отдельные реплики. Поэтому, наверное, знакомиться с фильмом я, как и вы, дорогие зрители, буду на его премьере. И узнаю окончательный сюжет, все развороты, повороты событий, только когда он выйдет. На сроках нам очень тяжело, мы очень устаем быстро. Постоянно снимаем много раз подряд, чтобы получилась идеальная срок, чтобы получился хороший фильм. На съемках мы делаем очень много неудачных культурников, потому что кто-то постоянно с собой начинает. Чего? Ну, о чем вы считаете, что жаркие? Вот это мечтают о том, чтобы дети приезжали. Ну, лично я мечтаю, чтобы дети приезжали талантливые, все интересные. Потому что, когда идет от ребенка от дачи какая-то, то и вожатый, естественно, с радостью подходят к этому ребенку. И, особенно, когда, если ребенок пользует корректив, а корректив его принимает, и у них образуется единое целое, то для вожатого это такое счастье, что они работают вместе, они творят, они придумывают и творятся друг за друга. Саша, расскажи, пожалуйста, а вот что можно найти в вожатому? А как ему можно найти? Ну, главное вожатому – это спокойствие. То есть, если он спокойно, он должен быть с мешалостью. Всегда помогать ребенку в любых начинаниях. Либо самому можно предложить, либо поддержку. Либо, если ребенок поддержит, то он вожатый может ему помочь. Потому что тем, как многодетям установка, и все, и все, и все, и все. Фильм, который я снял, это процент от 20-25 того качества, к которому я стремлюсь. Потому что хочу улучшать качество с каждой работой. Работать над ошибками. То есть, делать фильмы лучше, делать фильмы интереснее. Потому что, если это моя первая работа, то мы вообще пошли спинадетельно, вы их смотреть невозможно. А сейчас уже, ну, те, кто меня не знают, то есть, они пишут, в принципе, правду, то, что фильм интересен, но есть эта ошибка, эта ошибка, которую надо это убрать. И, может быть, все получится лучше. И это, в принципе, я слушаю. То есть, любую крючку я слушаю, не важно, как она мне отреагирована. Важно, что я ее услышал, и буду стараться этого не допускать в будущих проектах. Все. Ну и вот, герой всего того, что вы видели, вот он здесь перед вами. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать. Я еще раз говорю, сколько лет было, когда вы ее смотрите? 14 лет. Вот так что, представляете, насколько у нас талантливая молодежь. В общем, если есть вопросы, то прошу. Я спрошу для фильма, вот обязательно для фильма делать такой громкий звук. Вот в кинотеатре так громко, вот здесь так громко, ничего. Объясните, пожалуйста, как специалист. Почему такой звук делается? Что значит, для чего? Это специально или это случайно? Аппаратура не боялась, поэтому это же ко мне вопрос. Нет, ну здесь аппаратура, понятно. А в кинотеатре на что такое звук делается? А в кинотеатре делают звук такой, что делают его более под реалистичное звучание. Он не реалистичный, он на уши. А там, когда диалоги объявили тихие? Ну, теперь сейчас остался стандарт, уже как лет три сделали стандарт служения, что это так во всяком случае будет. Ну, вот, поэтому я все годового звоню. Больше вопросов нет? Есть. А где находится ваша студия? Ну, больше я как студию провожу. Это когда работаю в детских центрах, когда работал в офсерастическом детском центре для ребенок. На юге там проводил Звездмитка, кружок. Потом образовательный центр Северс, вот сейчас где я работаю. В Подмосковье там детский лагерь «Искра». Там вот у меня кинут кружок. Это получается Орленок какой? Аркадский? Аркадский, сказка. Спасибо. Вот сейчас у вас стажа операторского режиссерства 12 лет. Ну, это как бы не профессионально, но есть. Вы более-менее опытные, да, имеются они? Молодец. Спасибо. А в Липецке вы надеваете? В Липецке еще не работал. Отдыхать. А если у вас какие-то более-менее документальные работы, например, 10-минутные такие обзоры, предположим, для телевидения Липецкого или каких-то новостных? Пока, ну, в планах есть такие, но пока еще надо слишком много проработать, материал, чтобы он был интересный, достоверный и не был ошибок здесь, по-статусски. Вот, ну, в планах есть. А я хочу сказать, вот, февральский, да, февральский номер, вот, молодежный вестник, вы знаете, что у нас в Липецке издание. Вот здесь очень большая статья такая именно посвящена Александру. Саша, желаю всем успехов, надеемся, что мы про тебя еще услышим. Запоминаем имя Александр Мазаев. Если вам надо, тут есть автограф Андрея Берзникина, актер, который снимался в моем фильме, ну и остальные актеры. Так, ну, давай, мы так вот этот самый, немножечко, я вот вам дам, вы раздайте, пожалуйста, да? А сейчас, Саша, секунду, я тебе помогу. Молодежную зону. Можно, да, вообще? Вот. Ну, а, по вас, дорогие друзья, я хочу... Скорее, скорее, скорее. Можно одну? Можно одну? Меня попросили взять, мне они не нужны. Это сам рояль, который в Институте, который Миша выгала. У нас сегодня в гостях замечательная, заслуженная жизнь в России. Что это происходит? Что это происходит? Который у нас снимается в Москве, в всевозможных фильмах, которые сам являются режиссером, сценаристом. Саша Шелкова. Ну, давай ты сам, а немножечко я себе раздавлю, да, и, ребята, я думаю, вот эту афишу раздавим, и посмотрим, Саша, чуть-чуть, да? Да, немножечко, чуть-чуть, совсем. Сейчас мы когда-то закончим? Нет, ему надо, он у нас уезжает. А, у вас... А, у вас... Я не увидела, извиняюсь. Так, пять минут. Хорошо. Посмотрите на вот эту вот, вот эту вот штучку. Да, ладно, раз это в темно, все. Ничего предполетного не может быть. Посмотрите, пожалуйста, на картинку, которую вы получили на рекламу, да? Вот те, кто стоит сейчас, посмотрите внимательно, три минуты. Дайте еще одну. Скажите, пожалуйста, если на этой картинке, когда это геометрично? Не надо смотреть. Подрезь все в области. Мы сейчас копаемся, мы... Смотрите, если не найдете, не сбрасывайте прошивку. Это вообще фарфа. Что вы смотрите? Хорошо, последний цикл, в конце листа, внизу. Чувак, серьезно, попробуй это... Ты же знаешь, все это... Проверяю. Проверяю. От желтого сердца. От желтого сердца. Чувак, молодец. Так, в каком цвете больше? Селеного. Это путь в другой жизни. Мозык, телевизор. Мозык, телевизор. Если помните, желтого. Мозык, телевизор. Черный. А здесь лазерный, вот здесь, справа. Сколько, в каком цвете глаза? Сколько человек здесь, в одежде, в одежде, в желтый цвет? Не глядя. Сколько девчонок здесь у нас? Не считай, не надо. Дима. 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 Девчонок. 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 Видите, не увидели самую раскрытию, да? А трифоника здесь два, кстати. Вот одея большая, вот вы молодец. Молодец. Так. И что было написано? Александр? Звездная путь к славе. Звездная принцесса запомнила. Молодец. Ааа. И даку. Если бы мы запомнили верхнюю строчку, то вы уже окей. Хорошо. По имени и фамилии. Вот то самое, понимаете? То есть можно развивать и по упражням, чтобы наблюдательность по вниманию. В любой момент.